Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Как оказалось, судя по всему, война отменяется. Спустя день после того, как Исламская Республика Ирана ударила залпом крылатых и баллистических ракет по базам США в Ираке, президент оповестил о том, что данные ракеты упали, не причинив вреда. По его словам, данная атака имела чисто символический характер, с планами не начать, а именно приостановить войну. Президент разъяснил, что, по крайней мере, на ближайшее время военные действия будут приостановлены. Наши великие американские вооруженные силы готовы ко всему. Из того, что мы видим, Иран решил не проявлять дальнейшую агрессию, а это хорошо для всех вовлеченных, это очень хорошо для всего мира. Очень хорошо для всего мира. Это большое утверждение, но в данном случае это не преувеличение. За последние пять дней у нас всех был шанс задуматься над тем, что может принести война с Ираном для Соединенных Штатов. Говоря простыми словами, это может стать катастрофой. Нам следует благодарить Всевышнего за то, что это не случилось, но по сей день мы все еще близки к войне, ибо тысячи американских солдат остаются нести свою службу в Ираке. В стране, которой по большей мере правит Иран. Подумайте над этим. После 17 лет американской оккупации, один из самых главных военных лидеров Ирана летал туда-обратно из Багдадского аэропорта, как будто тот ему принадлежит. Вот насколько уверенно он себя чувствовал там, в стране, которую мы якобы контролируем. А теперь правительство Ирака, которое мы были вынуждены создать на пустом месте, потратив неисчислимое количество миллиардов долларов для его поддержки, принимает сторону Ирана в этом споре, требуя от американских сил покинуть Ирак. Итак, 17 лет, триллионы американских долларов, более 35 тысяч убитых и раненых американцев, вы, скорее всего, даже знаете кого-то из них. Вот что мы получили в конечном итоге. Еще одна ненавидящая нас проиранская страна. Это бесит. Это даже не просто бесит, это аморально. А те, кто за этим стоит, должны понести наказание. Та безрассудность и некомпетентность являются унижением для тысяч американцев, которые погибли в Ираке. Та бесхозяйственность, которую учинили наши элиты в этой стране, является самым печальным, в чем когда-либо участвовала Америка. Но несмотря на всю эту печаль, в этом всем может быть определенный плюс. Он представляет из себя вот что. Теперь-то мы можем уйти. Демократическое правительство Ирака попросило нас покинуть страну, что нам и следует сделать немедленно. Продолжение пребывания в Ираке усиливает власть бюрократов и аналитических центров Вашингтона, что и способствует их желанию продолжить эту войну. Но, как показала прошлая неделя, это ставит под угрозу жизни американцев без какой-либо надобности. Мы не способны сделать Бельгию из Ирака. Мы пытались, не вышло и не выйдет. Мы также больше не нуждаемся в их нефти. Многое изменилось с 2003 года. Мы теперь имеем технологию гидравлического разрыва пласта, так что пришло время уходить. Но нет, мы же не можем просто уйти, кричат аналитические центры и телестратеги. Это безответственно. Они не понимают иронию. Мы же не можем уйти. Ну, вообще-то можем. Вот как это делается. Как Соединенным Штатам выбраться из этой ситуации? Как выбраться? Вот как выбраться. Взять и убраться оттуда. Объявить победу и уйти. Потому что вот что я вам скажу. Наша страна еще больше увязнет. У них там гражданская война. Нет ничего, что бы мы могли сделать с гражданской войной. У них полномасштабная гражданская война. И она пойдет расширяться в Иран и другие страны. Они посреди полномасштабной гражданской войны. Это было в 2007-м, 13 лет назад. Это был хороший совет. Нам стоило его тогда принять. Еще не поздно. Редактор субтитров А.Семкин